Святаго Духа Из поучений Святаго Яна Златоустова Том 1 Послание к Феодору Падшему Феодор, к которому относятся предлагаемые увещания, написанные около 369 года по Рождестве Христову, был сверстником и другом Святаго Яна Златоустова И вместе с ним в юности посвятил себя подвигам отшельнической жизни но вскоре оставил их для занятий и удовольствий мира Святой Иоанн в своих увещаниях призывал его к раскаянию, изображениям гибельности, состояния грешников, кратковременности и тщетности настоящих благ изложением грозных и утешительных истин христианской веры и другими убеждениями, которые подействовали на падшего Феодора так что он возвратился в общество отшельников и впоследствии был возведен сан епископа Мопсу Эдского увещание первое о! кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез Иерния 9.1 благовременно сказал теперь и мне и гораздо более нежели тогда пророку потому что я намерен оплакивать, хотя и не множество городов и не целые народы, но душу, которая стоит, а лучше сказать и дороже множество народов если даже один исполняющий волю Божию лучше тысяч беззаконников, то, конечно, и ты прежде был лучше тысяч иудейских посему никто не станет теперь порицать меня, если изложу больше скорбей и изображу сильнейшие сетования, нежели какие изложены у пророка я плакиваю не разрушение города и не пленение беззаконных мужей но опустошение священной души и разрушение и истребление христианского храма о! зная хорошо сожженную теперь дьяволом красоту ума твоего в то время, когда блистала она не востинал бы плачем пророка, слыша, что варварские руки осквернили святое святых и, подложив огонь, сожгли все керувимов, ковчег, очистилища, скрижали каменные стану золотую поистине это несчастье во столько крат гореснее того, во сколько крат драгоценные те символы, которые хранились в душе твоей этот храм святее того, потому что он блистал не золотом и серебром, а благодатью духа и вместо ковчега херувимов в нем обитали Христос и его отец и утешитель а теперь уже не то он теперь пуст и лишен прежней красоты и благолепия потерял божественное и несказанное украшение, лишился всякой безопасности и охраны нет у него ни двери, ни запора, и он открыл для всех души пагубных и постыдных помыслов помыслу ли гордости, помыслу ли блуда, помыслу ли сребролюбия или еще гнуснейшие помыслы устремятся войти в него, никто не помешает этому а прежде, как небо недоступно всем этому, так и недоступна была и чистота ума твоего может быть, слова мои покажутся невариатными некоторым из тех, кто видит теперь твое запустение и извращение поэтому я искорблю и сету и не перестану делать это, доколе опять не увижу тебя в прежнем блеске хотя людям и представляется это невозможным, но для Бога все возможно потому что он, есть его звезда, из праха поднимает бедного избрение возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями с князьями народа его, неплодную, вселяет в дом матерью Салон 112, 7-9 стихи Не очаивайся перемене на лучшее Если дьявол был силен настолько, что не зринул тебя с вершины и высоты добродетели до крайности порока то гораздо более силен будет Бог опять возвести тебя в прежнюю свободу и сделать не только таким же, но и гораздо блаженнейшим прежнего Только не унывай, не теряй добрых надежд, не падай, старайся нечестивых В отчаянии обыкновенно ввергает немногочислясть греков, но нечестивое состояние души Посему и Соломон не просто сказал, всякий, кто придет во глубину зол, не родит но только один нечестивый Притча 18, 3 Только таким людям свойственна эта страсть, когда они приходят в глубину зол Она-то не допускает их воспрянуть и опять зайти туда, откуда не спали Это помысл, как бы какой ермо лежановой души, заставляя ее смотреть вниз, препятствует ей возводить взоры к своему владыке Но человеку мужественному и доблественному свойственно сокрушать это ермо Прогонять от себя палача, который возложил его и произносит слова пророка Вот, как очи рабов обращены на руку господ их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши к Господу Богу нашему Да коли он помилует нас, помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением Псалом 122, 2-3 стихи Истина, божественны эти наставления и внушения горного любомудрия Исполнился, говорит он, уничижения и потерпели многочисленные бедствия Однако не перестанем возводить взоры свои к Богу и просить его, доколе не получим просимого Мужественной душе свойственно не упадать и не отчаиваться пред множеством постигающих бедствий И после многократных и безуспешных валит не отступают, но ожидать Донди же ущедритны, как говорит блаженный Давид Ява, для того и ввергает в нас помыслы отчаяния, чтобы истребить надежду на Бога Этот безопасный якорь, эту опору нашей жизни, этого руководителя на пути, ведущем к небу Это спасение погибающих душ Мы спасены в надежде, говорит апостол в послании апостола Павла Кримена в 8.24 Ибо оно, как бы какая крепкая цепь, свешенная с неба, поддерживает наши души По малу поднимая на высоту тех, которые крепко держатся за нее И вознося нас при высшей буре житейских зол Посему, если кто ослабевает и отпустит из рук этот священный якорь То час, тот сейчас же упадет и погибнет в бездне порока Знает это, лукавый, как только заметит, что мы сами тяготимся с сознанием злых дел Пришедший и сам еще налагает на нас помысл отчаяния, который тяжелее свинца И если мы примем его То увлекаемый тяжестью оторванный от той цепи неизбежно То час не изримемся во глубину зол Где именно и находишься ты теперь, отвергший повеление кроткого и смиренного Господа И выполняя все приказания жестокого, свирепого и неумолимого врага нашего спасения Расторгший благое игость, бросив легкое бремя И вместо них наложив на себя цепи железные, повесив на шею свой жернов Где же ты остановишься? И когда перестанешь потоплять бедную душу свою Возложив на себя такую необходимость, непрестанно уноситься вниз Женщина, отыскавшая одну драхму, пригласила соседа Принять участие в ее радости, сказав Радуйтесь со мною, Лука 15, 9 А я теперь приглашу всех друзей, и моих, и твоих к противному Скажу, не радуйтесь со мною, но плачьте со мною Поднимите такой же плач и вопите вместе с нами горьким голосом Ибо нас постигла крайняя беда Не столько-то талантов золота выпало из руки моей И не множество драгоценных камней, но тот драгоценнее всего этого Плывший вместе с нами по этому великому и пространному морю Не знаю как, свалился и упал в самую глубину погибели Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok